Существует много разновидностей медитации, и многие из них основаны на созерцании объектов, концентрации на дыхании или наблюдении за появлением и исчезновением мыслей. Что же такое медитация? То, о чем вы говорите, не медитация, а концентрация. Не медитация. Вы говорите о концентрации. Не медитация. Медитация означает отсутствие концентрации на каком-либо объекте. Это называется медитацией. Медитация означает не иметь в уме ни единого объекта из прошлого и вообще не использовать ум. Это называется медитацией. Когда работает ум, то это концентрация, потому что ум всегда привязан к какому-то объекту из прошлого. Вы когда-нибудь медитировали, не используя ум? На этот вопрос трудно ответить. В основном, во время медитации я использовал различные техники, помогающие избавиться от мыслей, возникающих стихийно в сознании. Но в действительности, медитация означает состояние без мыслей, когда они не появляются. В этом ее суть кажется. Да, это и называется медитацией, когда мысли отсутствуют. Но иногда в мысли появляются стихийно. Что вы делаете, когда так бывает? Я-то знаю, что с этим делать. Лучше вы сами скажите. Я думаю, что вы можете посвятить мне время, равное щелчку пальцами. Всего одно мгновение. Я хочу, чтобы на это мгновение вы остановили поток своих мыслей. Что такое ум? Что такое мысль? Нет различия между мыслями и умом. Вы согласны? Мысли возникают в уме? Да, они возникают в уме, а ум неотделим от мысли. Нет мысли, нет ума. Теперь я вам скажу, что такое ум. Ум — это я. Я есть ум. Ум — это прошлое. Это привязанность к прошлому, настоящему, будущему. Привязанность к объектам и ко времени. Все это ум. Откуда он берет начало? Из моего я. Я пробуждается, и пробуждается ум. Пробуждается ум, пробуждается чувство. Пробуждается чувство, возникает видимый мир. А теперь ответьте, откуда возникает я. Теперь попробуйте мне сказать, что не можете сохранять покой.